друзья всем огромный привет добро пожаловать ко мне в гости вернее к нам в гости вместе с тоже юлиичем на канал жарик птица скажу честно я к этому видео готовилась очень долго сказать что пару месяцев это ничего не сказать речь пойдет сегодня об обзоре ароматов фойге 1833 почему готовилась долго но во первых это бренд это супер ниша эти ароматы достаточно сложные интересные и хотя порой в них около трех нот но ароматы реально очень тяжело прочесть и по крайней мере мне но и во вторых эти ароматы мне прислала дарья дарья привет тебе огромный дарья поклонница этого бренда поклонница фойге чего честно говоря я не могу сказать о себе но в любом случае я благодарна тебе дарья за то что ты меня познакомила с этими ароматами ну и что из этого получилось сейчас посмотрим ароматов будет приличное количество я писала свои впечатления в дневник потому что периодически прикладывалась впечатления все были всегда разные поэтому буду немножко пользоваться им своими подсказками чтобы понять все таки изменилось ли мои впечатления или нет и ну и заглядывать в ноты в том числе но что друзья не будем тянуть начнем с хита у меня вот такие вот маленькие отливантики в самый раз для знакомства и так я вот буду наносить уже вот так на кожу потому что скажу честно исходя из того что ценник большой ну будет кощунством выливать на блотеры эти ароматы тем более что их осталось немного я их разнашиваю достаточно долго часто но из кожи нужно слушать эти ароматы потому что они действительно очень очень сложные и так что я слышу в якине для меня это вот прям зеленый уже очень травный аромат слегка с кислинкой но в старте это горечь травы какой травы мы узнаем чуть позже посмотрю что нам скажет фрага я честно в травах не очень разбираюсь но это прям аромат свежести очень зеленый в составе у него амбра трава железница и зверобой вот вспомнила но для меня это аромат вот именно с какими-то лекарственными нотками я не поленила заглянула в википедию чтобы узнать что же такое за железница это действительно лечебная трава которые в народе называются лимонником или татар чаем но цитрусов я в якине не слышу а вот именно травы и в базе какую-то животинку на фраге также аромат характеризуют как амбровый свежеживотный сладкий бальзамический ну честно скажу это не моя тема хотя вот жару обонять его очень даже приятно он реально освежает но запах лекарства меня не привлекает но в любом случае я дарья благодарна за то что она меня ты дашь познакомила меня с хитом фуэги я знаю что это твой любимый парфюм один из да он весьма весьма интересный достойный но честно скажу что это не моя тема так а мы переходим дальше и это тоже будет хит он называется вавилонская библиотека потом так и и давайте мы нанесем на кожу на другой пальчик слушайте но вот чем дольше они стоят у меня тем они становятся интереснее интересней и многограннее ой какой он плотный очень плотный знаете вот сейчас мне кажется что здесь есть ноты корицы какие-то пряные нотки я пишу что старт сухой пронзительный пахнет еще деревом до чудица специй корица и вот эта корица прям вот она солирует в этом аромате и что же мы видим всего три ноты кедр махакони и корица ура я угадала я угадала и это очень приятно потому что такое бывает со мной редко но опять же для меня этот аромат не совсем носительный потому что я не люблю запах корицы не в парфюмах не в еде но очень интересны мне кажется он на мужчине будет очень интересно как и якин так и вавилонская библиотека ой ну вот прям корица корица так мы идем дальше давайте послушаем еще следующий аромат это с испанского переводится он как земля молнии гетерра дель рая по моему он звучит тоже у меня небольшой отливантик тоже уже чуть-чуть совершенно на донышке тоже интересный знаете для меня он прям со старта пахнет вином вот прям винный такой запах слегка кисловатый слышу ли я здесь розу возможно но здесь есть какие-то ягоды возможно слива а может быть я ошибаюсь но это запах именно вина красного вина вот прям красно терпкое сухое вино сорта тем промелью но и еще как будто копченый черноцлив и вот это вот впечатление о том что это винный аромат меня не покидает то есть вот я его как раньше слышала винным так и слышу сейчас возможно еще здесь есть кожа красивый красивый аромат опять же с какой-то кислинкой но есть какая-то неприятная для меня нота которая меня немножко отталкивает давайте посмотрим что в нотах вообще заявлено в композиции до пишет что это винный кожаный и внимание табачный водка эта нота которая мне не нравится да какой ну вот а меня табачные ноты вообще в ароматах отталкивают если тут еще фруктовые ноты типа сливы вишни сейчас посмотрим ну вот написано что есть фруктовый но какие именно прям вот не указано ну вполне может быть слива ближе к базе чувствуется какая-то сладость вообще эти ароматы очень громкие пронзительные в старте с невероятно богатым длинным шлейфом эти ароматы они имеют развитие какие-то многогранные переливающиеся и очень стойкие ну скажу опять же не совсем для меня аромат поскольку есть нота табака если бы не было вот это табачные ноты а кожа была бы более мягкая то этот аромат по мне нравился больше я бы пожалуй его носила опять же мне кажется он хорошо будет на мужчине вот прям играть и красиво себя проявит более мягко что ты на мне это как-то грубо очень звучит ну и мы идем дальше мы смотрим еще один вернее слушаем еще один аромат который называется пленница для каутива откручиваем опять же сделаем намазик ой какой красивый сладковатый старте это точно пленница до пленница 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 очень приятный на старте прям такой сладкий такой вкусный посмотрим как он будет дальше себя показывать но что самое интересное я писала ровно месяц назад о том что это самый ненасимирный для меня аромат можете себе представить я не могу понять почему сейчас мне вполне все устраивает он очень приятный очень мягкий очень нежный такая прям гурманика а потом появляется какая-то кислинка давайте посмотрим пока он немножко расходится на моей коже в помещении посмотрим что я про него писала почему он самый ненасимирный из-за животины которую мускус в этом аромате дает вот пока я мускуса не слышу он прям весь такой сладенький сладенький давайте-ка я его еще нанесу но это прям аромат интрига что что с тобой случилось может быть в жару ты себя немножко по-другому проявил где это животины которая меня так разочаровывала месяц назад послушаем сейчас ну вот я пишу что старт очень был приятным фруктовым я пишу что пленится оборотень оборотень это действительно сначала такая лисичка либо такой маленький пушистый зверек с хитрыми глазками который такой мимимишный мимимишный но потом действительно его заточили в клетку за то что он оказался оборотнем и была какая-то животина но месяц назад сейчас я ее не слышу а вот здесь теперь начиная слышать это действительно прям мускус кислый такой неприятный не совсем приятный я не скажу что так пахнет шерсть животного это совсем не в ту сторону но вот это вот кислинка мускусная не совсем приятная да она вот появляется это вот какие-то феромоны которые выдает вот это вот пленится оборотень ну вот если бы не вот это вот базовая нота которая вот потом шлейфе себя проявляет границы вы для меня была вполне носительный но оказалось наоборот это самый неносибельный аромат в базе ну а мы идем дальше еще один нашумевший аромат как и все предыдущие тут уже его вообще чуть-чуть чуть-чуть осталось совершенно на дне вы знаете у меня код вот вы сейчас его слышите как он мяукает он учуял пленницу вот этот мускус и вы бы видели как он вводит мордой принюхивается в мою сторону иди сюда иди сюда иди понюхай меня ладно не будем тянуть время осталось еще три аромата и я перехожу к аромату под названием киломбо так будем наносить его тоже уже но на другую руку а здесь уже подлиннее вот это вот пулик пуликович но здесь и флакончик побольше я уже по моему переливала ой киломбо киломбо это у меня уже я еще покупала себе от ливан у наташи потому что это практически похожий с компьютер суд пасифик мать им калин это манная либо рисовая молочная каша со сгущенкой это вот прям либо лэй деконцентре от шабо тоже в это же история и даже мне даже присылала для сравнения вот как раз от шабо аромат вместе с киломбо это прям гурманика гурманика очень они похожи и здесь тоже есть какая-то кислая нотка вот этого мускуса животинки какой-то и опять у меня ход принюхивается к этим ароматом ароматы действительно сложные сложные в восприятии даже потому что они очень плотные они очень разные несмотря на то что этот немножко ноту замешана в них да не такая богатая пирамида но они очень 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 интересны я не скажу что вот это вот прям аромат прям один-в-один с матин калин либо слэй деконцентре от шабо он все-таки какой-то вот дорогой но если вы хотите что-то вот похожее то матин калин пожалуйста кампиах суд пасифик он стоит наверно в сто раз дешевле чем этот аромат и следующий предпоследний это букуруя это смесь фруктовая на старте причем здесь я слышу манга либо маракуйя но скорее всего это маракуйя и от потому что название созвучно букуруя маракуйя но это вот в ту сторону причем это такой переспевшие даже фрукт который немножко начинает горчить прям сладкий сладкий прям это фруктовое пюре бука еще сокращенно называют это аромат я честно как-то в одно время очень захотела остаток по флаконе прям была битва за этот остаток но в итоге я решила отказаться это был прям в день моего рождения я решила отказаться почему потому что для меня это очень странный стал непонятный аромат на моей коже он опять начинает кислить и вот как в предыдущих двух ароматах в пленнице в киломбо я слышу вот этот вот неприятный запах какого-то чего-то кислого здесь тоже три ноты маракуйя цитрус и молоко но честно не могу не могу я его носить его кстати сравнивают с манговым ароматом royal royal манга акции мартина мегалев с груздальсур 2 ксержов я кстати тоже свое время очень хотела приобрести этот аромат и опа его сравнивают с ароматом который есть у меня уже это айвик оливия фиорик яре от трусарди но я не скажу что это прям один в один аромат нет там есть еще алкогольные ноты и вот это кислинки нету там еще и смородина здесь смородины нету это совершенно для меня два разных аромата причем тот носибельная трусарди бука нет и финал очка финал очка это аромат фужер фуэгия фуэжер наверное так вот читаю как уже и собственно это фужер фужерович само название говорит за себя давайте я его нанесу нанесу туда где у меня пульсирующие точки почему потому что вот это аромат пожалуй единственный из всех который мне очень понравился почему потому что вот у них с якиным общее это то что они оба зеленые они оба свежие они вот пахнут вот травами сочными травами но если якин он для меня больше в лекарственной то этот больше сладость фруктовость мне кажется что здесь есть инжир он слегка такой пыльноватый терпковатый но со сладинкой запах листы запах чистоты так охарактеризовывая его я запах утра утренней росы на зеленом листочке ну вот это действительно так это прям такой какой-то уют свежесть особенно сейчас 30 градусную жару это кошмар вот он меня приятно удивило это действительно тот аромат который мне понравился больше всех и да в нем есть инжир а еще есть в нем петит грейн и мускус ну причем вот опять же смотрите всего три ноты но насколько вот эти ароматы сложные действительно работа в мое для моего восприятия для моего носа мозга они сложные там где нет мускуса я слышу какую-то животинку мускус там где мускус есть вот как в последнем даром антифужер мне он нравится вот такое вот сочетание несочетаемого на мой вкус да она дает вот такой вот разный эффект я понимаю что мое мнение мое впечатление об этих ароматах может не совпадать с вашим и это нормально я знаю многих людей которые вот прям являются поклонниками этого бренда я этому рада и я хочу поблагодарить тебя даша за то что ты познакомила меня с этими ароматами и самое главное сохранила мой кошелек в целости и сохранности потому что эти ароматы стоит безумно дорого это еще одно дело да а еще их очень сложно сейчас найти но и я попробовала их познакомилась с ними и понимаю что могу теперь спать спокойно потому что я не хочу ни один из них офлаконивать я доношу вот эти замечательные ароматы вот в таком вот объеме тут уже осталось совсем по чуть-чуть и буду вспоминать их благодаря этому видео обзору у меня на сегодня все до новых историй пока пока